Когда я участник любого нитинга, пикета, я всегда говорю, я участвовала. Я всегда признаюсь, какое у меня требование, какая у меня просьба. Именно вот этот раз я не участник, честно я вам признаюсь. Я подошла туда, когда, наверное, вы заметили, прямой эфир начался. И начали показывать, как люди выступают. Я вот эту себе прицепила, что я независимый наблюдатель, правозащитник. Я хотела просто подойти, да, подойти, посмотреть. Когда я подошла, там уже людей не было. Там было, по-моему, 4 или 5 человек и очень много сотрудников милиции. Я подошла, просто, когда я подошла, уже мне начали делать предупреждение, идите, говорят, паркурс. Я говорю, а почему я туда пойду? Я вообще не понимала. Потом уже начали задерживать меня. Вы, многие из вас знаете, у меня ноги очень слабые. У меня на обоих ногах, это, железо. И если меня вот немножко толкнуть, я падаю. Когда они начали меня задерживать, я упала. И вот действительно, они вот меня по полу таскали. Я сама вот, это, 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 это было, вот понимаете, где-то вот в течение 3-4 минуты я сама не поняла, что случилось со мной. И вообще, зачем меня привезли сюда? У меня ни плакат не было, у меня не было ни лозунги. Я вообще не участник. Когда я пришла, уже все люди ушли куда-то, и вообще никого там не было. Одни сотрудники стояли. Вы считаете, это давление какое-то, преследование? Понимаете, я вчера сделала этот пост на Facebook, наверное, читали вчера. Некий Шумхар Сулайманов, он является, оказывается, начальником 10-го отдела города Бишкек. Он меня пригласил на ночь. И он меня предупредил, чтобы я вообще на Facebook не делала никакие посты. Я никакой информации не делала. Он меня вот такой слегка напугал. Это давление было в отношении меня. Вчера это началось. До этого за мной постоянно ходили некие сотрудники. Я это тоже на посту. Ихние даже фото показывала. Ну, это ожидаемо было, чтобы за мной ходят, меня могут задерживать. Но чтобы они вот так глупо, вот так без основания будут задерживать, я не ожидала. Вы считаете, это из-за кемперабата? Возможно, с кемперабата. Возможно, мои критические посты. Возможно, мои мониторинги. Вы все знаете, я делала все судебные процессы, которые политических узников. Я делала посты. Я по сегодняшний день делаю посты, которые они пишут из СИЗО. Они письма, их письма объявляют. Я критикую отношения сегодняшней судебной власти. Я критикую сегодняшний правовой подход. По тем задержанным около 300 человек. А на основании чего вас вот сюда привели? Какое-то дело или что? Мне кажется, они сами у меня спрашивают, почему меня привезли, что они от меня хотят. Просто, я же говорю, вчера еще сигнал был. Сегодня они, в любом случае, я даже стояла бы, если там 100 метров подальше, они все равно меня задержали бы. Я так думаю. Правильно.